День без тяжелого оружия. Боевики на Донбассе сегодня не стреляли даже из минометов, только из стрелкового оружия. В штабе АТО насчитали 10 таких провокаций. Потерь среди наших военных нет. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Ночью здесь снова свистели пули. Половина Верхнеторецкого под украинским контролем, остальная часть под оккупантами. Обстреливают из стрелкового оружия, из автоматических гранатометов. Ну, так, в принципе, спокойнее, чем раньше. Днем сохраняется тишина. Однако военные не советуют оставаться на открытой местности. Тяжелое вооружение пока молчит. С нашей стороны минские соглашенности соблюдаются полностью. Мы на провокации не поддаемся. Всю прошлую неделю бойцы боролись с поджогами. Противник здесь выжигал буквально украинские позиции. Видно, выгоревшая земля. Огонь, слава богу, удалось остановить. Один из бойцов привез из дома косилку. Выкосили траву, заливают брустерой водой. Неподалеку в помещении школы врачи готовятся к медосмотру учеников. Почти 200 детей скоро сядут здесь за парты. К сентябрю все уже пришли медосмотры. Вакцины есть у нас, которые нуждаются. Но уже когда дети пойдут в школы, чтобы организованно это все делать. Местная больница разрушена обстрелами боевиков. Поэтому медики в одном здании с учителями. Педагоги сейчас на собрании, пользуясь так называемым школьным перемирьем, планируют учебный год. Не все, как хотелось бы, все происходит у нас. Конечно, лучше тоже не стреляют. Это самое главное, что нас интересует. Чтобы спокойно работать, и дети спокойно учились. Как вы видите, школа у нас отремонтована, чистенько, все вообще пофарбовано. А так еще дякую Богу, что у нас есть волонтеры, которые нам помогают. Здание школы укреплено мешками с песком. В трех километрах отсюда армейцы 72-й механизированной бригады следят за врагом. Ведь ночью снова возможны провокации. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдела. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Продолжение следует...